Тимоти Ричард или Тим Тибоу, знаменитый игрок в американский футбол и бейсболист, в настоящее время играет на позиции аутфилдера в команде New York Mets. Тим Тибоу настолько знаменит, что его именем даже названа особая поза. Миллионы американских фанатов ждут ее на матчах. Спортсмен также занимается благотворительностью. Долгое время мало кто знал, что Тибоу никогда не ходил в школу. Он учился дома вместе со своими братьями и сестрами и считает, что именно это стало залогом его успеха. Школьные предметы не были главными. Родители учили нас с трудолюбием и ответственностью. Тим настолько верит в благотворное влияние домашнего обучения, что стал автором интерактивного пособия для тех, кто хочет попробовать нестандартный метод. На меня не смотрели Косов колледжей из-за домашнего обучения, а на моих друзей смотрели. Моя цель – показать, что можно учиться на дому и быть классным, что быть не таким, как все, совсем неплохо. Тим благодарен своим родителям за все, чему они его научили дома. Популярность домашнего обучения в США постоянно растет. Начиная с 1999 года число обучаемых на дому детей выросло вдвое. По данным за 2016 год, в США более полутора миллионов детей не ходят в школу, готовясь к взрослой жизни самостоятельно. Раньше обучение на дому мотивировалось соображениями религии. Сегодня же все больше родителей делают свой выбор в его пользу именно из-за желания дать детям лучшее в академическом смысле образование. Дарсел Уайт – мать-одиночка из города Дейтон, штат Огайо. Она обучает на дому своих трех детей. Они подходят к учебе с душой и могут заниматься в своем индивидуальном ритме. Семья Уайт вместе с другими семьями, обучающими детей дома, посещает множество мероприятий и кружков. Они занимаются каким-то проектом целую неделю, а потом другим, по другой теме, вместе с друзьями. Дарсел позволяет детям самим выбирать себе занятия. Главное, чтобы весь спектр необходимых знаний был охвачен. Подобный метод является частью так называемого анскулинга – философии и практики образования, основанной на важности соблюдения в первую очередь интересов ребенка, задающего вопросы, получая или отыскивая самостоятельно ответы на них. Дарсел говорит, что и она, и дети счастливы.